Приветствую вас, я постараюсь помочь вам разобрать вашу ситуацию, ваш вопрос. Вот, значит, начинаете вы так. Четыре года находился в отношениях с мужчиной-здавцом, у него есть двое взрослых детей. Наши отношения походят на отношения любовников с его стороны, он меня скрывает. Ну, вот, Ольга, первое, что мне хотелось бы вам указать, это на то, что мужчина-вдовец. То есть, свою жену он потерял. Это не разведенный мужчина, это именно вдовец. То есть, человек, который потерял свою жизнь, ну, в результате, ну, там, определенных случаев, да, определенных моментов. Соответственно, для него это, скорее всего, большая травма, в том числе и психологическая травма. И эта травма, как я понимаю, не была должным образом проработана. То есть, вы не пишете, ходили ли мужчины к психологу, вы не пишете, обсуждал ли он именно с психологом свои проблемы, вот, свои переживания и так далее. Вот. Значит, вы пишете о том, что мужчина вас скрывает. И это очень такое вот распространенное, я бы сказал, поведение, когда мужчина не может боиться показать детям, например, то, что у него появилась другая женщина. Как бы это оскорбление памяти матери детей. И как бы это ни звучало неприятно для вас, но эта точка зрения имеет место быть. Вытекает она из моральных ценностей семьи и из отношений между мужчиной и детьми, ну, а также родной и так далее. Да, вы совершенно правильно сказали, что для него эта ситуация выгодна, но здесь дело даже не в выгоде, а именно в том, что вот такие ценности, как бы вот подобные ценности мужчина предать не готов. Вот. Но основная проблема видится мне на именно психологическом уровне, потому что если мы говорим о ценностях, о морали, то это не совсем область психологии, здесь уже скорее именно вот моральные взгляды людей определяют их поведение и так далее. А вот если говорить о психологических проблемах, то мне представляется их несколько. То есть почему мужчина так и до конца и не отпустил свою жену, и почему не стал полностью с вами в отношениях находиться. Во-первых, не была проработана травма, которая была получена в результате потери жены. А что вы можете своему мужчине сказать, что вот, дорогой, так и так, я тобой уже 4 года, ты не обещаешь, но ничего не происходит, пойми. И я хочу отношения, я хочу семью, я хочу, наверное, ребенка, да, я хочу быть полноценной женщиной, я не хочу, чтобы меня скрывали как бы как что-то постыдное и так далее. Понимаешь ли ты, что этим меня унижаешь? Вот. То есть говорить вам нужно в первую очередь мужчине про себя, о себе, не про него, а именно про себя, только про себя и про свои желания, про то, чего хотите вы. И далее, далее вы видите такую точку зрения, что может быть он, мужчина, не до конца свою жену отпустил. И эта травма осталась, ее нужно проработать. Тогда пусть он придет хотя бы на наш сайт, так вот, как вы, и задаст такой же вопрос. Такой же, как вы. Чтобы мы помогли ему проработать вот эти вот моменты, связанные с потерей его жены. Потому что для человека, особенно если он ее любил, если она любила его, это очень тяжело. Вторая проблема, которая вытекает из первой, заключается в том, что мужчина просто-напросто боится новых отношений, потому что боится, что он может потерять и вас, так обычно бывает, и боится той боли, которая за этим последует. Опять же, это нужно прорабатывать с ним. Опять же, это нужно работать именно с человеком, то есть не с вами, а с человеком, чтобы ему помочь. Но в этом случае, в случае боли, в случае страха, вам опять-таки самой ничего не сделать. То есть мужчине будет просто отказаться от вас, проще отказаться от вас, чем вступать с вами в отношения и подвергать себе риску. Далее. Третья проблема, на мой взгляд, тоже очень важная, заключается в том, что мужчина испытывает чувство вины перед бывшей женой. Такое обычно бывает, когда люди умирают, как бы, их родные и близкие, испытывают весь вину. И пока вина есть, мужчина, опять же, с вами быть не сможет. То есть, понимаете, эти три аспекта, их нужно разбираться с мужчиной. Что касается вас, то вы порекомендуете ему обратиться к психологу, расскажите ему о своих желаниях и скажите, что, дорогой, я тебя очень люблю, например, но если ты не будешь ничего менять, то я понимаю, что у нас перспектив с тобой нет, прятаться я не хочу. Поэтому, если ты будешь оставлять все, как есть, я постепенно буду от тебя отдаляться. Прости, но я хочу жить дальше. Я хочу жить полноценной жизнью. Ты мне этого не даешь. И можете вы сказать определенный срок мужчине, например, сколько времени вы ему даете, например, полгода, поднягла, как вы будете постепенно от него отдаляться. Помните, просто сказать, что если ты не будешь ничего менять, то я возьму все в свои руки. Вот. И как вы будете это делать, это уже ваше право. Вот. Но в любом случае, отвечая на ваш вопрос, стоит ли продолжать отношения, я хочу сказать так. Когда мужчина не вышел из своей зоны комфорта, смотрите, его все устраивает. Пока его все устраивает, менять он ничего не будет. И, соответственно, чтобы он что-то поменял, надо вывести его из этой самой зоны комфорта. И вы можете вывести его из зоны комфорта тем, что создадите реальную угрозу в потере вас. И если он вами дорожит, если он действительно вас любит, данный выход из зоны комфорта спровоцирует его на то, чтобы что-то делать. Чтобы обратиться к другому для начала. Я же не говорю сразу быть слабым. Чтобы проработать все аспекты. Например, то, что он боится за детей, что они будут переживать. И роднёй знать не стоит. Кстати, почему роднёй не стоит знать? Тоже интересный момент. Особенно здесь имеет место быть стыд. Просто элементарный стыд непринятия себя. Поле обесцененное отношение к себе. Это тоже бывает. Но это все нужно психологом прорабатывать, понимаете? Вот. А для этого у мужчины должен быть стимул. А стимул только один. Потерять вас. Если этот стимул будет, то вы сможете увидеть, как мужчина себя поведёт. Если вот он увидит, что вы можете уйти, и он вас отпустит, значит отношения продолжать не стоит. Потому что он вас использует. А если вы увидите, что он начал что-то делать, значит он к вам не безразличен. И значит можно ещё за эти отношения побороться. Но только если он что-то будет делать. Вот так. Я думаю именно так. Можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.